Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление, весны прекрасное творение, И соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 23 апреля, день Терентия, назван в честь святого мученика Терентия. Римский царь Декий, желая всех обратить в идолопоклонническую веру, Послал во всеобласти своего царства указ, Всех христиан принуждать к идолослужению, А непослушных подвергать суду и казни. Терентий и другие с ним христиане отказались, Раскаленными железными прутями жили плечи их, А раны поливали уксусом смешанным с солью и растирали суконными тряпками. В дальнейшем они были усечены мечом. Этот день в старину называли днем солнцезахода или Терентия Марьевного. Оказывается, наши древние предки выходили на двор и внимательно осмотрели на восток. Если солнце окружено Марьевом, то год будет урожайным. И наоборот, понятие восточной и западной стороны света было очень важным для дохристианских славян. Они полагали, что восток это место, где рождается солнце, Могучее светило, дарующее жизнь всему живому. Когда было введено христианство, то восток стал восприниматься, как место, где живет Бог, А запад называли владениями сатаны. Приметы. Если солнце в этот день от восхода до заката окружено Марьевом, то есть туманностью, Лето будет хлебородное. Если дымки нет, то, скорее всего, придется засевать поле заново. Молодые паучки появились, знать теплые деньки близко. Если старые пауки сегодня сидят на паутине высоко, к заморозкам. Если сегодня ясный день, пора перепахивать озимое поле и засевать его яровыми. Этого знака ожидали крестьяне, чтобы отправиться на работу в поле. Если лещина сегодня украшена пушистыми сережками, земля больше промерзать не будет. Если сегодня утром стоит туман напротив солнца, то днем возможен дождь. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой я на сегодня. На сегодня. На сегодня.